Итак, пятнадцатый ход. Первым игроком становится Рита. Рита у нас возвращается. Она возвращается на улице центральной части города. Центральной части города. И она попытается убежать от Дуля. Минус один. Её изворотливость равна четырём. Это значит, что она бросает три кости. Так, она не убегает от Дуля. И получает четыре единицы урона. Ну, мы воспользуемся способностью Лео Андерсона. Уменьшим урон на единицу, так что она получает только три. Далее давайте посмотрим проверку ужаса. Минус один, но её воля равна одному, так что она теряет четыре единицы рассудка. А вот это уже плохо, так как потеряв четыре единицы рассудка, она вытягивает ещё одну карту безумия. Но на этот раз оказывается в архаме. Депрессия и клаустрофобия. Так, ну давайте выберем всё-таки депрессию. Как-то постоянно терять рассудок опаснее, чем не тратить, не иметь возможности тратить улики. Так, и она у нас оказывается в лечебнице. Так, а теперь Лео. Лео, 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 Лео. А Лео нужно добраться... Сейчас, стойте, мы же не могли поменять жетон на две улики. Соответственно, он не мог запечатать. Он мог только закрыть. Соответственно, у него осталось... 5А4 улики. Чёрт. Два жетона портала. Был портал VueGAD. Значит, он этот не смог запечатать. Значит, там не запечатано. Так, и на 5 улик у него... Блин. У него тут ещё одна улика. Даже не знаю, чем её заменить. Пусть будет жетон закрыт вместо улики. Жалко, конечно, что он не может тратить улики, но что поделать. Так. Теперь Лео. Куда уже у нас пойдёт Лео? Хотя, подождите, он же здесь получил улики. Что за бред? Значит, он это нормально запечатал. А кто тогда жетон поменял? Рита, что ли? Ну, короче, я запутался. Будем считать, что он запечатал нормально портал. Хотя я помню, что кто-то из сыщиков воспользовался. Ладно, заберём у Риты две улики. Так, что же сделает Лео? Лео у нас попытается... У него максимальная скорость 4. Давайте увеличим фокус. Так, четвёртая скорость. Он дойдёт до улиц верхней части города. Так, вот он оказывается в верхней части города. И переходим к фазе миф. Так, это карта среды. Новый портал в закусочной гипса. А улики не появляются нигде. Ещё две улики исчезают. Так, и портал в югот. И новый монстр, который, естественно, идёт на окраину. Так, вот у нас уже три монстра на окраине. Далее. Так, передвигаются плюсики и полумесяцы. Так, полумесяцы по чёрным. Это значит, что уровень ужаса вырастает на единичку. Раз. Далее. Плюсики по белым. Так, сюда. И по чёрным. Вот сюда. Так, здесь у нас плюсиков и полумесяцев нету. А, подождите, вот здесь есть полумесяц. И когда ужас данный чёрный не передвигается, мы бросаем кость. И если нам выпадает от четырёх до шести, мы добавляем трек. Один жетон на трек безысходности древнего. Так. Четыре. Ещё один жетон на трек безысходности. Раз. И теперь карта слуха. Ещё один раз бросаем кость. Если нам выпадет единица или двойка, ещё один жетон. Так, четвёрка не выпала. Так. Теперь это у нас карта среды. Так, если огненный вампир вступает в игру, верните его в полумонстров. Если огненный вампир уже в игре, верните его обратно. Так, проверки скорости в Вархаме проходят с пенёй минус один. И сыщики получают на один пункт движения меньше во время фазы передвижения. Проверки скрытности в Вархаме происходят с бонусом плюс один. Ну хорошо, от монстров мы всё-таки в последнее время чаще убегаем, чем сражаемся. Предыдущая карта среды уходит в отбой. И на этом 15-й ход заканчивается.